Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть. Дальний Восток». Какая маленькая девочка не мечтает попасть в настоящий салон красоты? Туда, где делают прически, маникюр и множество косметических процедур. Для героинь проекта, чтобы все были дома, Надюши и Танечки, мы предоставили такую возможность. Девочки побывали в салоне красоты «Мафия парикмахеров». Они впервые посетили бьюти-заведение, и каждый уголок салона им казался чем-то необыкновенным. В первую очередь на глаза сестричек попал отдел маникюра. Они с радостью приняли приглашение поближе рассмотреть процедуру. Девочек привело в восторг то, как аккуратно и бережно. Мастер обращался с ноготками. Также им разрешили посмотреть разнообразие цветов лаков для ногтей. И мы тут же принялись рассматривать яркую палитру, выбирая, какой маникюр они сделают себе, когда подрастут. Таня с Надей очень добрые, хорошие девочки. Они очень быстро обучаются. Они очень любознательные. Постоянно у них интерес. Допустим, на занятиях они легко вовлекаются в разные виды деятельности. Причем, вот по Наде могу больше сказать, что она, даже если мы пошли на прогулку, не успели что-то доделать, она мне на прогулке будет говорить, а вы помните, я еще там не доделала, я приду, сделаю. Ну-ка, Надя, ну, конечно, ты сделаешь. Все доводит до конца. Любят играть в сюжетно-ролевые игры. Допустим, самые любимые игры в дом. Они любят играть в дом. Она организатор, она Надя лидер. Она может организовать интересную игру, расставить сервировку стола, там, быт какой-то, там, домики, кресло там поставить. Обязательно пойдет. Можно постирать куклам белье? Ладно, иди постирай белье. Можно я ее заплету, помою ей волосы, она уже грязная, она заморалась. Я говорю, Надя, ну, конечно, можно. Постоянно спросят. Они, вот, отличаются, как бы, они очень дружные девочки. Они играют, они постоянно ходят друг к другу в гости. Надя, вот, постоянно девочки у нас находятся в разных группах, и Надя постоянно к ней просится. А можно я пойду к сестре? Или можно к нам привезти Таню? Ну, мы разрешаем, естественно. Играют дружно, никогда между них ссор нету. Я не замечала. Они, ну, они любят очень друг друга. Девочки достаточно такие добрые, ласковые. Обе очень хорошие девочки. Мы ими довольны. Мы их любим. И мы желаем для них счастья. Как и все родители, чтобы они обрели семью. Чтобы они были ухоженные, чтобы обласканные. Ну, и чтобы их полюбили. Для сестер провели экскурсию по салону. Девочки узнали, что такое солярий и для чего он нужен. Гости очень удивились, что загар можно получить не только летом на пляже, но и в специальной кабинке. Показали место, где мастера-феи колдуют над образом своих клиенток. А также им рассказали о том, что ножницы парикмахеров бывают разных видов. А покраска волос – одна из самых интересных занятий. Девочки с любопытством рассматривали все сопутствующие материалы. Краски, кисточки, пигменты. Для маленьких принцесс все это казалось необычным и с нотками волшебства. Как всего за несколько минут можно преобразить человека. После небольшой экскурсии Надюша и Таня предложили попробовать себя в роли парикмахеров. Для девочек поставили специальный манекен, на котором мастера отрабатывают прически. Мастер Татьяна показала и рассказала девочкам, как плести нарядные косички. После чего помогла им в этом творческом процессе. Сестрички очень быстро усвоили уроки от мастера и уже через несколько минут сами плели модные косы. Очень общительные девочки сразу с интересом взялись за дело. Видно, что они не первый раз уже тренируются. В принципе, у них все достаточно, ну вы сами видели, достаточно неплохо, быстро получалось, очень обучаемо. Я думаю, в дальнейшем, если они действительно захотят освоить данную профессию, я думаю, у них все получится. Вместе с девочками мы расположились на удобном диване и принялись рассматривать журналы и разнообразивать цветовой гаммы красок для волос. Женские штучки очень привлекают сестричек. Истинные леди. И даже отголоски прошлой жизни, жизни до детского дома не сказались на их добрых и женственных характерах. Сегодня они пришли в гости в нарядных платьях и с красивыми прическами. Но ведь так было не всегда. Как и большинство детей в детских домах, Надюша и Таня видели многое, что дети не должны видеть. И попали в детский дом лишь по вине безответственных родителей. Но у каждой из них есть свои цели и планы на будущее. Поход в салон красоты вдохновил девочек на освоение интересных и творческих профессий. Мне понравилось, как там делают ногти и шушат волосы, и их моют, и играют. Мне понравилось, как там делают ногти красиво. И мы выбирали ногти. Я не считаю, что я была такая тетенька, которая делает ногти и шушит волосы и моет. Надюша и Танечка – две маленькие принцессы, нуждающиеся в заботе и материнской любви. В их маленьких жизнях было так мало радостных моментов. Их детство только начинает расцветать после долгих серых дней, проведенных в унынии и разочаровании. Но хочется верить, что однажды они смогут найти крепкую семью и большой дом. Это всё, о чём мечтают малышки. Музыка 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 Музыка